Итак, давайте приступать. Кто вовремя подключился, мы с вами начинаем. У нас сегодня с вами такой небольшой, на час, на полтора ознакомительный семинар. В общем, достаточно популярная тематика. Она в последнее время зазвучала так и в мире, и в России. Что такое гибкие компании, что такое организационная гибкость. Свод знаний по управлению проектами PMBOK, новая версия которого, как обещают, выйдет в следующем году. Тоже уже достаточно, по первым сведениям предварительным, по черновикам, так активно будет акцентировать внимание на деятельности и процессах, которые связаны с возможностью и необходимостью для компаний быстро очень адаптироваться к каким-то изменяющимся. внешним условиям, к рискам, к угрозам, к реализовывать возможности, которые открываются перед компаниями при каких-то внешних новых ситуациях, изменениях и так далее. Вот давайте поговорим с вами на эту тему. Вначале несколько слов давайте договоримся о том, как мы будем с вами взаимодействовать. Итак, вначале давайте я, наверное, для порядка представлюсь, ну вот так через камеру тоже себя покажу. Всем здравствуйте. Меня зовут Данил. Я в основном исторически, так сказать, специализировался, всегда работал в IT-отрасли. Ну, последние лет где-то 7-8 уже специализируюсь в области портфельного управления, вывода на рынок стартапов, изменений организационных компаний, которые как раз вот помогают компаниям, в том числе с использованием современных информационных, мобильных технологий, адаптироваться к новым возможностям, выходить на новые рынки. Ну и в том числе вот веду определенные курсы по этой тематике, вот где-то на стыке портфелей, портфелей проектов, организационных изменений, IT-менеджмента. Вот я думаю, что с многими из вас мы уже встречались, вот с кем не встречались, значит, будем знакомы. Все свои контакты я в презентации в конце укажу, вот, так что, пожалуйста, контактируйте. Я, в общем-то, всегда откликаюсь, единственное, прошу, ну, скажем так, понять правильно обычно ответы на какие-то вопросы, присланные в почту, либо там через сайт, через соцсети, ну, обычно где-то вот в конце недели бывает время разобрать. Вот, но ответить обещаю обязательно. Ну, и так, собственно, давайте перейдем к нашей тематике, о чем наш семинар, о чем мы с вами будем говорить. Методологии современной управления проектами, они очень разнообразные. Исторически эти методологии сначала развивались в основном по так называемым водопадным методикам, затем водопадные методики стали расширяться, в частности, появились такие методики, как, скажем, набегающая волна, потому что, ну, если проект крупный, действительно, наверное, не очень удобно его планировать от начала до конца. Потом появились итеративные методики, когда продукт, например, тот же информационный продукт, IT, какая-то услуга, IT-продукт выпускаются не сразу со всем функционалом, а вот постепенно-постепенно наращивая политика релизов, да, итераций каких-то. Вот, но это все равно все методики, которые получили такое обобщенное название иерархических методик, и те же основные современные стандарты по управлению проектами, тот же PMBOK, тот же на его базе стандарт ISA 21500, на его базе, соответственно, российские ГОСТы 54-я серия, они вот как раз подходят к тому, что сначала мы их очень тщательно планируем. Это совершенно правильно, этого никто и не отменяет, но, в общем, приходится иногда говорить банальные вещи, мир становится очень быстро изменяющимся, очень гибким, следовательно, методики ведения проектов тоже нужно адаптировать для того, чтобы наши компании, наши организации могли адекватно адаптироваться к меняющимся внешним условиям. Поэтому те методики гибкого адаптивного управления, которые получили название Agile методик, исторически, да, все, в общем, прекрасно знаете, они идут из IT-сферы в первую очередь, их сейчас пытаются применить, интегрировать и к организационным изменениям. Но на этом пути есть несколько, скажем так, определенных ловушек. Ловушек, в первую очередь, понятийных. Когда термин Agile гибкий применяют к организационным изменениям, можно подумать, подумать ошибочно. О том, что организационные изменения проводятся по принципу такой доработки программного обеспечения. Ну, давайте здесь немножко что-нибудь сделаем, ну, давайте теперь вот эту функцию реализуем, ну, давайте вот такую немножко реорганизацию сделаем. На самом деле нет, на самом деле нет. Как раз организационная гибкость, да, и вот я прямо выделю эту фразу, это не хаос, а для того, чтобы обеспечить организационную гибкость, напротив, нужно постепенно, но в то же время планомерно внедрять у себя в компаниях, у себя в организациях очень четкие, структурированные процессы, причем в первую очередь, речь идет о процессах, связанных с организационными изменениями и о процессах, связанных с управлением рисками. Ну и вот, собственно говоря, тот новый выпуск, уже шестой выпуск свода знаний по управлению проектами, который сейчас готовится, первый черновик, драфт которого уже прошел даже, можно сказать, первую стадию обсуждения, когда мы анонсировали наш семинар, я его анонсировал как то, что еще вот только идет, это обсуждение, оно 7 апреля закончилось, сейчас подводятся первые итоги, и вот PMBOK тоже пытается адаптировать вот эти лучшие практики, как изменить структуру процессов, как изменить их роль, адаптировать к тому, чтобы компания могла быстро приспосабливаться к вот этим меняющимся внешним, внутренним условиям, сохранять и конкурентоспособность, и иметь возможность оперативно реагировать, скажем, на какие-то изменения со стороны регуляторов. Ну вот, давайте об этом мы с вами и поговорим, собственно, почему такая заявленная целевая аудитория нашего семинара, нашего мероприятия. Да, это руководители организаций, департаментов развития, как организовать адаптацию своей компании. Это руководители портфелей, потому что в первую очередь именно портфельное управление направлено и нацелено на достижение стратегических целей компании, и именно руководители портфелей, руководители проектных офисов как раз-таки очень часто и отвечают за реализацию вот этих изменений, за выявление возможностей. И вот если мы посмотрим с вами, я буду неоднократно сегодня обращаться на структуру как раз и подготовки, да, вот как раз рядышком они и стоят, вы видите, организационные изменения в компании, внедрение новых сервисов, новых бизнес-процессов, управление портфелями проекта, где-то вот здесь же у нас, видите, рядышком управление проектным офисом, то есть создание и быстрая адаптация внутренних методологий, внутренних стандартов под вот те самые меняющиеся требования, ну как раз это и есть основная задача портфельных менеджеров, руководителей проектных офисов, ну а используют их уже, да, руководители проектов, проектных команд, им, наверное, в этой ситуации сложнее всего, потому что нужно очень быстро адаптироваться и менять свои представления в порядке работы. Ну и давайте поговорим, что же это такое, как с этим жить, что с этим делать. Значит, что такое, вообще говоря, организационная гибкость? Организационная гибкость институтом проектного управления, вот тем самым нашим PMI, определяется как способность, да, способность организации оперативно реагировать на возникающие внешние возможности, то есть это что такое внешние возможности? Это рыночные ниши, а современные рыночные ниши очень часто создаются за счет каких-то возможностей новых технологических, технологических прорывах в разных сферах, это из сферы биоинформатики и какие-то производственные сферы, ну, может быть, видели вчера по какому-то из канала была очень интересная передача про возможности там 3D-печати, ведь уже что есть и мосты построенные на основе компонентов напечатанных и дома уже первые появились, да, то есть это не просто какие-то там модельки, уже вполне такое фактически промышленное производство, да, там 3D-принтерство, уже стал фактически как станок, да, выпускает определенные компоненты, значит, кто адаптировался, тот молодец, вот что здесь говорить о значимости, да, вот в этом и есть значимость, уметь использовать создающиеся, возникающие возможности технологические, информационные, рыночные ниши для адаптации своей компании, для того, чтобы дать возможность ей развиваться, но вот то, с чего я начал, вот эта вот фраза agility vs agile, да, гибкость это не в буквальном смысле слова agile подходы, когда мы действуем по коротким шагам. Действие адаптивное по коротким шагам, это может быть частный, очень частный случай, вот действительно такой общей организационной гибкости. Ну вот представьте, что получится просто, вот давайте представим, каждый в рамках своей компании, если мы будем реагировать по принципу, ну что называется, да, там той самой лягушки, оп, укололи, быстренько к чему-нибудь адаптировались. Это прямой путь, наверное, действительно к хаосу, поэтому вот этот лозунг, который сейчас очень многие продвигают, в том числе, вот если смотрели, может быть, выступления там ведущих экономистов и российских, там Грефа того же, да, что организационная гибкость это не хаос ни в коем случае, наоборот, как раз добиться организационной гибкости можно в первую очередь за счет того, что в компании очень четко выстроены подходы, как инициируются изменения, как они реализуются, как они валидируются, это позволяет снижать риски каких-то ошибочных решений, это позволяет минимизировать ущерб. Ну а поскольку компании, в общем-то, есть разные и возможности есть самые разные, вот тот самый институт проектного управления, один из его сотрудников, он недавно приезжал с докладом в Россию, достаточно интересно выступал, вот они классифицируют тип организационной гибкости. В первую очередь, это стратегическая гибкость, как раз то, о чем я только что говорил, это выявление новых возможностей рынка, окружения, собственно, задачи портфельных менеджеров, как раз и является в первую очередь выявлять вот эти создающиеся какие-то новые возможности. Ну, давайте говорить так, чтобы от общих слов немножко конкретики. Я вот сейчас сижу перед монитором, перед веб-камерой, передо мной совершенно пустой класс. До этого у меня там был тренинг тоже по тематике вот сервис-менеджмента. В классе человек 15, так же, как и вы сейчас, на вебинаре несколько человек, человека 3. Технологии создали новую возможность, причем не только в обучении, но и в коммуникациях, например, во внешних коммуникациях, в проведении совещаний, в проведении каких-то быстрых обсуждений, принятие решений и так далее. Вот это новая рыночная ниша, которую можно использовать, ну, что называется, во благо своей компании. Ну, вот в частности, я занимаюсь еще, могу показать, вот такое решение мы выпускаем, скажем, там, для колл-центров, для как раз конференц-систем, как приложения, чтобы люди как раз могли участвовать в совещаниях, в конференциях, в обучении, в любой окружающей среде, выровнять громкость звуков. Ну, это хорошо, я сейчас сижу в классе, у меня практически нет посторонних шумов. А как быть, если приходится участвовать в совещании, например, где-то на стройке, на производстве. Это все новые возможности, которые создаются для компаний. И возможность их использовать, быстро очень адаптироваться к тому, ну, вот в частности, выпускать какие-то приложения подобные, либо новые форматы обучения, как вот тот же вебинар, на котором мы с вами сейчас участвуем, либо, вот, это моя компания, с которой мы выпускаем вот эти продукты, вместе со специалистом мы выпустили, значит, в прошлом году как раз такое решение, которое дает возможность дистанционно, скажем, обучаться людям с нарушениями слуха. То есть это и для таких людей расширение возможностей, да, не надо обязательно ехать, и им, кстати говоря, менее неудобно даже в классе заниматься, потому что не будет же преподаватель кричать, для остальных неудобно. А так для себя адаптируют, возможно, там уровни слуха подстроят под свой личный, персональный слух. Это возможность для центра, это для специалиста очень-очень, как раз покажу тоже вот это решение, расширить свою аудиторию, дать возможность людям адаптироваться. Вот это и есть как раз стратегическое, портфельное использование возможностей, да. А для этого, естественно, нужно что? Оперативно перераспределять ресурсы. То есть вот та концепция, что мы упираемся точно в достижение результата, пока не выпустим продукт, она не уходит, конечно, но она и не является уже какой-то, скажем так, однозначной ценностью. Если меняются внешние какие-то возможности, если появляются такие возможности, нужно перераспределять ресурсы. Нужно перераспределять ресурсы. И, допустим, возвращаясь к, скажем, примеру специалистов, да, мы вот перераспределили, видите, сколько виртуальных форматов обучения появилось. Да, это определенным образом перераспределяет аудиторию. Те люди, которые раньше ходили на обучение в класс, всегда они сейчас могут выбрать, чем это выгодно для компании. Представляете, вот сейчас у меня очень часто бывают люди, которые занимаются, говорят, да, я занимаюсь с работой, да, мне приходится иногда отвлекаться, это, конечно, несколько хуже для обучения. Но альтернатива, я вырваться на обучение в класс вообще с полным отрывом вообще бы не смог. То есть, опять-таки, это создание возможностей уже и для людей, для других, то есть создание вот такой цепочки возможностей. Для этого когда-то можно использовать существующие модели, когда-то приходится бизнес-модели менять. Вот все это в совокупности и составляет организационную гибкость компании. И в этом случае происходит процедура, или немножко я неправильно сказал, наверное, реализуется, встраивается внутри компании процедура постоянных адаптаций к изменениям на рынке. То есть, какое-то изменение, подстройка уже не становится чем-то из ряда вон, выходящим таким стрессом для сотрудников, для руководства. А это постоянные действия. Вот этот рисуночек, который здесь показан, я его позаимствовал из еще одной книги Института ПМА, это как раз руководство по управлению организационными изменениями. Вот я уже показывал, еще раз покажу, да, вот этот кросс-курс управления организационными изменениями, он как раз строится на базе вот этих лучших практик по организационным изменениям. Как адаптировать персонал? На каком уровне управлять организационными изменениями? Ведь масштаб-то может быть самый разный, это может быть изменение вообще бизнеса компании, а может быть это создание новых каких-то нишевых решений, а может быть это вот как раз-то самая адаптация текущих бизнес-процессов и так далее. Наверное один из самых таких характерных и известных примеров, это две компании, которые вы очень хорошо знаете. Как менялась компания Nokia, да? Как менялась компания Nokia. Они когда-то начинались, там даже не буквально бумажное производство бумаги, а что-то там какие-то пыжи, по-моему, к охотничьему оружию. Потом перешли на производство бумаги, потом стали выпускать всякую там резиновую обувь, а другое подразделение стало выпускать там телевизоры, радиоприемники. А когда мы узнали про Nokia, когда они стали компанией телеком, а сейчас они этот бизнес, сколько там, два или три года назад продали. И сейчас у Nokia два основных подразделения, это телекомовское подразделение, то есть как производители телеком-оборудования телеком-компании, они продолжают оставаться очень крупным игроком. А автолюбители, которых среди вас наверняка немало, наверное знают шины Nokia. Это тоже Nokia корпорация, да, вот вообще разные направления бизнеса, вот такое вот развитие, которое я даже схематично едва уместил на слайде. А компании, ну, чуть больше 100 лет, там 120-125 лет. Они вот менялись, они все время меняются, это их корпоративная культура. Другой пример тоже очень известный. Вот, коллеги, я готов даже вам включить сейчас микрофончики, попробуйте ответить на вот этот вопрос, который вынесен в заголовок слайда. Кто-нибудь знает, почему у Toyota вот такой логотип? На самом деле, Toyota как компания, я сам про это на самом деле относительно недавно узнал, когда вот стал в эту всю тематику очень так уже глубоко погружаться. Toyota изначально была создана и выпускала оборудование различное швейное. И вот это стилизованное... Да, 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 Дмитрий, нитку продетую в ушко иголки. Да, 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 да. Совершенно верно. Они стали крупной компанией на выпуске швейных машинок еще где-то там в 20-е, 30-е годы, в прошлое, естественно, 20-го века. Совершенно верно. А потом уже где-то в 30-е годы они постепенно начали развивать направление автобизнеса, и уже только вот в послевоенные годы, где-то в 50-е, да, уже вот Toyota стала, собственно, тем, чем она стала. Да, да, видите, а логотип остался, и мы про это не знаем. А это как раз тоже иллюстрация, да, компания радикально поменялась, почему рыночная ниша поменялась. Новые возможности, другие условия, да, как ни крути. Итак, какую же организацию можно считать гибкой? Какую же организацию можно считать гибкой? По результатам опросов, которые на протяжении последних где-то примерно трех лет проводит PMI, они специально проводят такие периодические опросы, руководители организации, руководители проектов, выявляют как бы динамику, которую демонстрируют ответы на эти вопросы. Вот сейчас PMI формулирует семь основных, прошу прощения, тут немножко лишний раз интер проскочил, семь основных критериев гибкой организации. То есть организации, которая умеет быстро адаптироваться к изменениям на рынке, к изменениям во внешней среде, и не просто адаптироваться, а адаптироваться с пользой, с выгодой для себя. Это наличие вот таких процессов, гибкость, адаптированность к изменениям. То есть когда изменения, вот как я как раз и сказал, фактически становятся нормой работы, когда изменения это уже не что-то из ряда вон выходящее, а это обычный нормальный бизнес процесс. Меняем одно, меняем другое, но каждый раз мы действуем по установленной схеме. На самом деле уже очень многие компании давно, даже когда такой вот гибкости в таких терминах не задумывались по этому пути пошли. В крупных компаниях существует давно такая тенденция по мере отработки типовых проектов переводить соответствующую деятельность из разряда проекта, то есть когда требуется, знаете же, проектное управление, там устав проекта, согласование, планирование и так далее. Переводить в операционную деятельность. Почему операционная деятельность более устойчивая? Тут из известных примеров кто? Ну из таких международных кто? Макдональдс. Открытие каждого нового Макдональдс заведения уже очень давно не является проектом. Хотя по сути отвечает всем признакам и критериям проекта. На новом месте, новое помещение, персонал, все. Нет, это уже давно у них операционка, потому что их очень много, это совершенно типовые операции. Вот как приходилось общаться с представителями нефтяной отрасли, нашей, российской. У них, например, запуск нового месторождения, это проект. А вот допустим новая скважина, это уже не проект. Хотя опять-таки все формальные признаки проекта присутствуют, но это уже настолько отработано, это настолько, если вообще можно такое слово использовать, рутина, что они переводятся в операционную деятельность просто делай раз, делай два, делай три. Это стабильно, это более надежно. Еще один следующий признак гибкой организации – открытость в общении. То есть минимум закрытости. Более важно, что сделаем мы. Меньше надо бояться, чтобы конкуренты не украли, если так в простых словах говорить. Быть открытым внешнему миру и, соответственно, воспринимать идеи, искать вот эти свои рыночные ниши. И это, собственно, и есть восприимчивость к изменениям. Не пытаться замкнуться в своей такой скорлупе, а пытаться понять, что мы можем сделать, как извлечь какой-то результат, как его добиться. А для этого придется наделять полномочиями членов проектных команд, потому что, ну, какой бы, как говорится, семи пядей во лбу не был руководитель компании или даже руководитель портфеля проектного офиса, ну, не может один человек отследить такой огромный масштаб. Да, поэтому делегирование полномочий. Вдруг обратная сторона медали. Люди для этого, конечно, сотрудники, члены проектных команд должны быть активны. Ну, это, собственно, то, что давным-давно существует в рамках проектных методик, в рамках проектных рекомендаций. Кто у нас в проектах лучше используется, чтобы привлекался к работе? Люди инициативные, люди, которых есть чем замотивировать. И наоборот, если вы помните, там, по пирамиде Маслова, по теории Герцберга, того же самого, да, там, для проектных команд, человек, которые требуют микроменеджмента, в общем, является угрозой для успешной реализации проекта. Именно потому что вот микроменеджере надо сделать то, сделать то, сделать то, сделать то, проверить, проверить, проверить. Ну, следующий, пятый, характеризующий признак гибкой организации, он немножко такой, по формулировке, может быть, не столь очевидный, возможности эмпирического обучения. То есть, обучение не только вот предметного, как сделать какие-то операции, а выход, обучение сотрудников на какой-то немножко более абстрактный уровень, как раз для того, чтобы мог быть реализован четвертый вот этот пункт. Чтобы люди не просто замыкались в своих операциях, а, обучаясь, могли смотреть на мир пошире, соответственно, могли адаптировать сначала вот эмпирически у себя в голове, да, а потом предлагать своим коллегам, своей организации, что может быть сделано, что может быть реализовано. А дальше быстрое принятие решений. А опять же, для того, чтобы быстро принимать решения, но при этом, как говорится, не наломать дров, принцип семь раз отмерить, один раз отречь, на самом деле никто не отменял. Какой бы это ни было формулировки, то ли формулировки вот такой поговорки, то ли каких-то более формальных. Но вот эти вот семь раз отмерить должны проходить очень быстро. А для этого снова и снова возвращаемся к тому, что должны быть четко отработанные внутренние процессы, минимум согласований, работа по организационным, операционным процедурам. Ну и то, что всегда в любой деятельности, естественно, четкая ориентация на заказчика, проверка, поверка на заказчике, что нужно заказчику, в чем его интерес. Ну вот я показывал, да, вот это решение, допустим, для колл-центров, для конференц-систем приложения. На самом деле вот расширение вот этого функционала, оно здесь именно таким образом и происходило, когда мы работаем с каким-то заказчиком, и говорят, так, хорошо, ну да, все вот эти фишки там, делаем голос более убедительным, более выразительным, все замечательно. А у нас есть вот банальная проблема, операторы иногда чистить начинают, и там люди их не воспринимают, давайте мы функцию контроля сделаем, давайте сделаем, отлично. А у нас бывает, что к нам в колл-центры, тут страховые, допустим, компании говорили, колл-центры страховой компании, так к нам люди звонят, вот они там в аварию попали, не знаю, на МКАДе где эти, на автотрассе, там шум, все, а нам их расслышать надо. Нам нужно, чтобы усиливался именно полезный только сигнал, и, соответственно, наши операторы могли разобрать и лучше помочь человеку, к которому-то обратился. То есть вот такая быстрая реакция, быстрое реагирование, исходя из потребностей заказчика. Вот, собственно, сформулированные семь признаков, и на самом деле они совершенно, как вы видите, не оторваны от жизни, я думаю, что вы все, в общем, точно так же можете прекрасно себе представить, и уже, наверное, может даже и сформулировали, что у вас будет являться такими признаками организационной гибкости. Итак, гибкость, это готовность к изменениям, это ни в коем случае не хаос, это ни в коем случае не делаем побыстрее, а делаем быстро, благодаря процедурам, отработанным, не просто написанным, а отработанным. Что значит отработанным? Когда люди обучены взаимодействию, когда выстроены горизонтальные связи, и персонал, естественно, замотивирован это все использовать, они видят в этом свой интерес, развитие, иногда просто это интерес. Кстати говоря, совершенно не обязательно деньги. Это может быть карьерный рост, это может быть просто интерес работы с какими-то новыми технологиями, это иногда просто, опять же, вспоминая там ту же модель масла, преодолеть себя, я это смогу, и мы это сможем. Мы это сделаем, мы будем лучшие в своем деле, мы будем лучшие в своей отрасли, о чем речь идет. Что для этого может и должна сделать сама компания, сама организация? Пять компонентов, как их называют, гибкой культуры компании. То, что здесь вот разные по радиусу кружочки вас пусть не смущает, пожалуйста, это только для того, чтобы без переносов помещались все надписи. Гибкость стратегическая, о чем мы говорили, компетентный персонал, адаптивные процессы, про это, про все мы с вами уже сказали. Что такое поддерживающая культура? Мотивирующая и стимулирующая, то есть культура вот тех самых открытых команд, которые как раз нацелены на какие-то новшества, на результат. А этой обратная сторона есть принцип коллективного лидерства. То есть не только, когда руководитель сказал, но и когда поддерживается инициатива решения отдельных сотрудников, даже вот ниже стоящих. Как отдельный такой самостоятельный компонент гибкой адаптивной культуры сейчас проявляется, пока, конечно, нельзя сказать, как он в итоге себя зарекомендует, но уже можно говорить как о тенденции привлечения так называемых визионеров и футуровоков. На самом деле это не что-то новое, да, вот я не случайно здесь указал таких классиков, да, ну кто? Леонардо, вот известная же ведь, что он проектировал, от него осталось там и чертежи, и вертолеты, и каких-то там прототипов того, что потом, когда-то через несколько столетий получило название автомобиля. Вот, и современные, ну это вот недавно ушедший Стив Джобс, это вот официально занимающий должность футурологов Google. Понятно, что они ошибаются, может быть, там в четырех случаях из пяти, или даже в девяти из десяти, но сам факт стимулирования обсуждений, задания направлений развития, он как раз и является фактором вот этой самой поддерживающей культуры, когда вот куда мы двигаемся. Да, могут быть ошибки, да, могут быть, и наверняка будут какие-то продукты, результаты, сервисы, которые не принесут эффекта, но в совокупности это даст возможность как раз компании, организации, структуре развиваться. И, собственно, вот основными компонентами для того, чтобы выстроить такую культуру, давайте вот теперь еще раз подробно сформулируем, является выстраивание двух областей знаний, двух процессных групп, это управление организационными изменениями и управление рисками, как основа управления организацией. Почему именно так? Ну, орг изменения, я думаю, понятно, но и, собственно, еще раз вот хочу адресовать в том числе и курсам. Кстати, обратите внимание на английском языке для тех, кто вот работает в международных компаниях. Потому что риски – это не только угрозы, как бытовой речи, что называется, сложилось. Риск – это любое вероятностное событие. Риски бывают негативные, которые называются угрозой, но есть и риски позитивные, которые называются возможности. И вот как раз для того, чтобы идентифицировать возможности их воплощать с минимизацией угроз, как раз и возникает вот это понятие, как компания, ведомая рисками. То есть развитие компании строится на основе анализа возможностей и минимизации угроз. Тоже вот здесь хочу обратить ваше внимание, естественно, есть поддерживающие тренинги на основе PMBOK, на основе методик управления рисками для проектов и сервисов. Ну что, давайте, наверное, сделаем небольшую-небольшую паузу. Давайте сделаем небольшую паузу. Как раз на ваши вопросы, комментарии. Я с удовольствием опять включаю вам все микрофончики. Пожалуйста, у кого микрофоны включены, можно прокомментировать голосом. Возможно, вы с чем-то сталкивались в своем опыте, в своей практике, вот уже с такими подходами. Может быть, что-то хотели бы уточнить. Пожалуйста, слушаю вас. Пишите, а еще лучше говорите. Да, пожалуйста. Ну и, собственно говоря, вот этот поток в направлении изменений, реализации, оно, в общем-то, естественно, подкрепляется основными стандартами, которые существуют, стандарты, лучшие практики, которые существуют в области управления проектами, программами, портфелями. Вот мы говорили как раз вовлечении персонала. Активный, мотивированный персонал. И, наверное, вы слышали, может быть, если кто был на наших курсах или на предыдущих подобных таких семинарах, то, что несут проектное управление. Они сейчас ввели вот это понятие треугольника компетенции. Да, что такое треугольник, что такое треугольник компетенции. Это три основные области знаний, области, даже не знаний, правильно сказать, а именно области компетенции, которыми должен обладать и руководитель проекта, и, естественно, руководители более высокого уровня, таких как программы проектов, портфели проектов, портфели услуг. Значит, что это за три основные области компетенции? Это техническая компетенция, но сразу здесь хочу уточнить сам Тиреш. Когда речь идет о технических компетенциях в управлении проектами, это ни в коем случае не понимается использование инструментов, там, не знаю, Project, Primavera и так далее. Нет, ни в коем случае. Я надеюсь, что вы знакомы то ли с PMBOK, а может с PRINCE2, может с ISO 21500, ну в ГОСТ все-таки это как формальный стандарт, там про инструментарии меньше говорится, но тоже. Речь идет именно о знакомстве с инструментарием методологическим. То есть, например, инструменты анализа рисков, метод DELFI, методы мозгового штурма, там, диаграммы Ишикава, диаграммы сродства и так далее. Вот о каких технических навыках идет речь. О том, что руководитель проекта, естественно, руководители более старшего ранга умеют, владеют соответствующим методологическим инструментарием. Лидерские качества и лидерские навыки – это то, что называется мягкие навыки, soft skills, да, умение как раз, как вот я только что несколько минут назад говорил, мотивировать команду, вовлекать, давать перспективы развития сотрудникам. Ну и, собственно, навыки в области стратегического и бизнес-менеджмента. Видите, всегда традиционно говорилось, что руководитель проекта – это, в общем, руководитель среднего звена, да даже руководитель программы проектов. В общем-то, в большинстве компаний, во многих, во всяком случае, во многих, во всяком случае, компаниях – это руководитель среднего звена, но тоже нужно, чтобы понимали, какова стратегия компании для того, чтобы как раз все правильно иметь возможность оценивать, куда двигаться, предлагать варианты развития и так далее. И, собственно, новый PMBOK, который сейчас готовится, он как раз, по крайней мере, как заявляют разработчики, пока мы еще не все видим, нацелен на то, чтобы в большей степени как раз вот эти гибкие подходы внедрить в управление организациями, в управление проектами, но еще раз подчеркиваю, коллеги, agility, agile – это близкое, но не совсем одно и то же. Это реструктурирование процесса, это большее внимание к компетенциям, ну вот если кто-то из вас готовится или, может быть, уже сдавал, скажем, там, PMP-сертификации, например, или продлевает PMP-сертификации, вы знаете, что сейчас набор вот этих баллов профессионального развития для продления сертификаций жестко привязан к треугольнику компетенции, что теперь недостаточно просто набрать некий минимум баллов, а есть еще отдельно нужно минимум 8 баллов по каждой из компетенций, да, 8 баллов по техническим навыкам, 8 по стратегическим и 8 по лидерским. Ну вот я уже тоже сейчас, естественно, в цикле продления могу сказать, что они это грамотно сделали, набрать на самом деле эти баллы не так просто, как кажется, вот технические попроще, а, допустим, лидерские уже посложнее, бизнес-стратегические тоже посложнее, хотя, ну, у меня уже там не PMP-шные, у меня уже более ставшие, там, PMP-программ менеджмент сертификации, все тоже не так просто, то есть они очень четко это определяют и даже для того, чтобы набрать просто баллы уже после сдачи всех сертификаций, нужно приложить усилия, нужно, соответственно, вникать, то есть повышать свою квалификацию, то есть они на это очень четко, так сказать, нацелены. Ну, теперь давайте немножко более подробно по, собственно, по тому, что нам готовят, что нам обещает новый PMP-бог. Ну, во-первых, появилось понятие стандарта управления проектом, кто знаком со структурой, вы знаете, что до сих пор как было, свод знаний Project Management Body of Knowledge для проекта, развернутый там почти на 600 страниц, а для программы портфелей там более короткие, компактные именно стандарты. Сейчас, как делают, стандарт, его черновик уже опубликован, он как раз до 7 апреля проходил первичное обсуждение, это именно стандарт, то есть общепризнанные хорошие практики, вот это прям цитата здесь, видите, для большинства проектов в большинстве случаев. Он более короткий, он более абстрактный, более обобщенный и, в принципе, является самостоятельным документом. Но помимо того, что этот стандарт можно будет получить как самостоятельный документ, он как отдельная глава будет включен все в тот же PMP-бог, а PMP-бог традиционно будет включать в себя концепции, описание входов-выходов процессов, инструментов, метрик и так далее. То есть получается, да, как бы вот есть более развернутый вариант и есть такой жесткий выделенный стандарт. Вот теперь структура будет такая. Причем, ну вот можете посмотреть, я здесь ссылочку привел, презентация тоже потом будет доступна, естественно, и у меня на сайте, и на сайте специалистов. Вот примерно таким образом выглядит основная вот эта вот информация, да. Вот вы видите, по 7 апреля, по 6 апреля проходило обсуждение, пока только стандарта. Обсуждение, на самом деле, открытое, в нем может принять участие любой человек, где угодно в мире. Главное быть зарегистрированным участником вот PMI, да, сообщества, зарегистрированным участником сообщества PMI. Ну, сейчас они обрабатывают, соответственно, потом, попозже будет сделана доработка и будет попозже выпущен PM-бог. Значит, теперь давайте посмотрим, какие изменения в процессах готовятся. Понятно, что это пока первый драфт. Итак, часть процессов переименована, часть процессов создана новая, один процесс удален. Вообще, общее количество процессов увеличено с 47 до 49, то есть их по-прежнему очень-очень много. Ну, давайте посмотрим. Появился новый процесс, появится, пока, да, это еще неофициально. Вот он выделен, Manage Project Knowledge, который относится к группе процессов исполнения и к области знаний, к области знаний интеграции. Ну, в общем, наверное, да, логично обобщение знаний, это, как вы знаете, всегда фишка в управлении проектами и, собственно, процесс, который позволит собирать, агрегировать, балансировать знания, поддерживать актуальную базу знаний. В общем, действительно, это вещь, конечно, нужная. То есть она теперь будет не размазана по отдельным процессам, а вот так сконцентрирована. Контроль ресурсов, вообще меняется название, вот если вы посмотрите области знаний, наверное, тоже это нелогично делают, потому что сейчас как область знаний формулируется? Project Human Resource Management, то есть управление человеческими ресурсами проекта. Ну, и есть область управления стоимостью. Ну, и вообще всегда возникает такой логичный вопрос. Ну, хорошо, кроме финансов и человеческих ресурсов, сотрудников, что, конечно, супер важно, но, тем не менее, есть еще ресурсы, например, технические, есть ресурсы информационные. Ну, вот как ими управлять? Сейчас они ответили на этот вопрос таким образом. То есть теперь есть общая область знаний, будет, опять же, извините, да, управление ресурсами проекта, где будет рассматриваться как раз управление всеми типами ресурсов. И ресурсы трудовые, и ресурсы технические, и ресурсы информационные. И, соответственно, в том числе появился для вот этой обновленной области знаний новый процесс контроля ресурсов. Тоже вещь, конечно, важная. Ну, сколько раз мы сталкиваемся с тем, что ресурсы не своевременно выделены, или ресурсы выделены не той квалификации, не той мощности, как нужно. Поэтому вот выделяют такой отдельный самостоятельный процесс. Ну, переименован процесс оценка активности ресурсов, так говорится, бог с ним. Что еще появилось нового? Появляется новый процесс применения реакции на риски. То есть все-таки решили, пока нет подробной информации, поэтому я тоже пока не могу говорить подробно. Могу только, ну, в какой-то степени предположить, что сочли, что недостаточно просто включать реакцию на риски в общие планы. Это нужно еще неким образом там дополнительно управлять. Ну, вот посмотрим, когда они уже именно в рамках свода знаний PMBOKA вот это отдельное описание процесса сделают, тогда посмотрим более точно. Зелененькими вот этими выделены, это как раз процессы, которые переименованы. И вот как раз, ну, так, чтобы было более удобно читать, я взял здесь, свел отдельно таблицу переименованных именно процессов. На самом деле, это тот самый случай, когда переименование вполне значимо. И значимо, как, я думаю, вы сейчас увидите и заметите, в том числе и с точки зрения большей вот этой, так сказать, ориентации на вот эту организационную гибкость, с agility, в том числе и адаптация к реалиям, к практикам, да, так прямо скажем. Итак, смотрите, в ныне действующем издании пятом PMBOKA процесс называется обеспечение качества, да, perform quality assurance. Сейчас переименовывают управление качеством, ну, правильно, логично. Ну, plan human resource management, понятно, plan resource management связано, да, действительно, с тем, что все ресурсы, как я сказал. Контроль коммуникации преобразуют в мониторинг коммуникации, это как раз вот тот самый шаг в сторону agility. Горизонтальные связи, не надо их буквально контролировать, на это не хватит никаких ресурсов, нужно их мониторить. Ну, приведение больше в соответствие, все-таки согласитесь, фраза stakeholder management, в общем, всегда вызывала некие вопросы, как это мы, например, старшими стейкхолдерами, руководством, например, или там заказчиком будем manage, да. Здесь вот более четкая формулировка, на мой взгляд, engagement, вовлечение, да, планирование вовлечения стейкхолдеров, ну, и, соответственно, не контроль, а мониторинг вовлечения стейкхолдеров. Ну, да, кто знаком с английским языком, все-таки термин control, контроль, он предполагает такое активное воздействие, да, опять-таки, как можно на старших стейкхолдеров активно воздействовать. Ну, не прикажет финансовому директору или генеральному, вовлекайся, да, там, в мой проект. Поэтому здесь более четкая формулировка, более четкая формулировка присутствует. Больший акцент сделан как раз, вот как мы с вами видим, на управлении рисками и ресурсами. Ну, еще раз акцентирую, добавлен еще один седьмой процесс в область знаний управления рисками. Добавлен процесс, о котором я уже говорил, управление знаниями в проекте, что тоже, в общем, немаловажно. Ну, и общий контроль ресурсов, общий контроль ресурсов, да, тоже вещь, в общем, которая расширяет не только для человеческих ресурсов проекта, но тоже, как я сказал, и для всех остальных. Вот, зафиксировали эту новинку, это расширение. Ну, и, наконец, да, то, что многих интересует и с точки зрения применения, и с точки зрения сертификации, что уж там греха таить. Когда, что, как, по срокам. На самом деле, сейчас сроки несколько сдвигаются относительно таких общий, обычных. И шестой стандарт PMBOKA, скорее всего, выйдет, по крайней мере, пока так заявлено, вот вы видите, в третьем квартале следующего года. Третий квартал следующего года. Вот, до 7 апреля проходило обсуждение стандарта. Теперь, где-то в середине года, пока четко дата не определена, это вот буквально, кстати, с сайта, будет опубликован драфт уже именно более развернутого свода знаний для обсуждения, ну, и потом уже будет публикация. Из приятного, надеюсь, что они это соблюдут, что публикация PMBOKA в новой версии будет одновременная на 10 основных языках, включая русский. Если до этого традиционно, как бы, сначала выходил PMBOK на английском, а потом в течение, там, где-то примерно полугода шел перевод на остальные основные языки, ну, а потом уже по мере возможности, соответственно, перевод на другие какие-то языки. Сейчас 10 основных языков, которые традиционно и очень давно входят в русский, обещают опубликовать одним пулом, ну, в общем, это приятно. Ну, естественно, будут, раз меняются, адаптируются лучшие практики управления проектами, естественно, будут приводиться в соответствии и стандарты по управлению программами и портфелями проектов. Как вы видите, анонсированные, предварительные, они это везде подчеркивают, они тоже люди грамотные, подстраховываются, что предварительный срок выпуска стандартов по управлению программами и портфелями проектов, это конец следующего года. Ну, а отсюда мы можем сделать вывод, это пока нигде официально не говорится, но по опыту экзамены на новые версии обычно переводятся где-то в течение полугода после выхода новой версии. Поэтому я думаю, что те из вас, кто собирается сертифицироваться там на PMP, а уж тем более, если там на более старшие статусы, то вполне себе есть сейчас хорошее время, возможность как раз подготавливаться и задавать сертификацию по ныне действующей, по пятой версии. Ну, вот, опять-таки, давайте обращу ваше внимание, курсы по подготовке есть, соответственно, все ПДУ, кстати говоря, хочу сказать, система присвоения ПДУ обновлена уже давно, мы, в общем-то, первые в России привели структуру ПДУ в соответствии с требованиями вот этого триангла, треугольника. Так что, кого интересует, как говорится, добро пожаловать. Здесь еще ссылочка, обратите внимание, как раз на вот эти наши, так называемые, путеводители по курсам. Давайте я открою, наверное, лучший путеводитель, такой, что называется, жильем, да, чтобы его посмотреть. Ну, значит, как на него попасть. Попасть на этот путеводитель очень просто. Вот заходите, ну, в данном случае у нас раздел курса управления проектами. И вот здесь справа, вот видите, такой путеводитель, он чем удобен, он интерактивный. Он как раз показывает, во-первых, структуру обучения. На самом деле, я очень бы рекомендовал не игнорировать структуру, потому что все-таки предполагается всегда, что каждый следующий курс опирается на те знания, навыки, компетенции, которые получены на предыдущем, да. Поэтому, если вы уверены в своих базовых знаниях, туда можно идти дальше. А так, в общем, идти последовательно. То есть сначала базовые, потом уже вот какие-то отдельные курсы по областям знаний, а потом уже вот эти высокоуровневые подготовки к сертификациям и так далее. Ну, и вот в презентации, соответственно, как вы видите, тоже ссылочка прямая есть на этот каталог. Что еще удобно, каталог интерактивный. То есть, если вот, допустим, хотите посмотреть, например, тоже управление организационными изменениями, вот все, перешли, тут уже вся подробная информация, все можно посмотреть. Вот, там и курсы, и расписание, и вот эта табличка PDU-шек, как раз как я и говорил, что все курсы переаккредитованы в соответствии с этими новыми требованиями. Видите, каждый курс теперь дает общее количество PDU и распределение по трианглу. Ну, для тех, кто не знает, для чего это нужно, если вы только готовитесь к сертификации, вас интересует только вот этот финальный столбец. Потому что для допуска к сертификации нужно, ну, там, PMP набрать 35, ПДУ, да, в сумме нет разделения. А вот для продления сертификации, там, ну, там очень сложная схема, очень сложная система. Я проводил осенью на эту тему как раз вот такой же семинар-вебинар. Вот, значит, соответственно, в моем вот разделе, где он тут уже столько по наоткрывал, да, в моем разделе как раз можно найти видеозапись. Ну, давайте, кстати, заодно посмотрите, как искать, значит, вебинары, видеозаписи прошедших, управление проектами. Вот, изменение требований к сертификации, PMP. Вот это видеозапись. Вот, там как раз вот эти правила изложены новые для продления, как там нужно набирать по этому трианглу компетенции. Спасибо за участие. Вот, ждем вас, в общем, как вы видите. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok